Заключительный фестивальный день фестиваля в Азаре 2022 музыка продолжается лекцией, в которой наши гости из Казани поведают уникальную историю замечательной институции, которая теперь работает с наследием уникального человека Булата Галеева, который исследовал взаимодействие музыки и света, продолжая и развивая идеи Александра Николаевича Скрябина. Добрый день, дорогие друзья! Я рада присутствовать на этом замечательном мероприятии, на празднике науки и искусства, потому что тексты об искусстве – это и наука, и искусство. И благодарю организаторов за приглашение и за возможность рассказать об истории, которой уже 60 лет продолжается, и, я надеюсь, будет продолжаться еще долгое время. История коллектива и человека, который всю жизнь посвятил реализации идеи, как увидеть музыку. Вот он этим вопросом задался еще в детстве, очень много читал, и к моменту организации коллектива у него уже была своя концепция светомузыкального синтеза, про которую я чуть-чуть попозже расскажу. Но началось вообще это увлечение, конечно, еще раньше, и уже сегодня слышали имя Александра Николаевича Скрябина. Именно с него началось такое повальное увлечение светомузыкой, не такой активной в начале XX века. И к этой идее большее внимание было привлечено во второй половине XX века. Попробуем переключить. Вот Александр Николаевич Скрябин в 1910 году сделал такую революционную вещь. Он в оркестровую партитуру, наверняка вы этот уже факт знаете, в оркестровую партитуру внес еще строчку света, строчку лючи, и таким образом стал первым светомузыкантом XX столетия и вообще в истории музыкальной практики. Каким же образом можно было реализовать эту задумку? Попробовал он ее сделать в 1911 году в своем доме. И на сегодняшний момент, кстати, этот год 150-летий Скрябиной. И вот в музее Скрябина осталась эта установка. Она состояла из 12 разноцветным цветом покрашенных лампочек, связанных кнопочками от звонка. И можно было при исполнении произведения, нажимая те или иные кнопки, активизировать лампы тех или иных цветов. И вот в 2011 году, когда он увидел вот эту установку, он понял, что это совсем не то, что он хотел. Понятно, что уровень техники на тот момент не позволял реализовать его грандиозный замысел. В 1915 году Прометей, это произведение, симфоническую поэму Прометей, исполнили в Карнеги-Холле, уже более масштабно. И в 1917 году художник Лентулов осуществил вот эту световую партию в Большом театре города Москвы. Дальнейшее упоминание о том, что Прометей исполнялся со светом до второй половины XX века, не было. И вот к концу 50-х, к началу 60-х, эта идея опять возразилась. И возродилась она необычным образом в Казани, потому что в Казани, несмотря на то, что это такой же небольшой провинциальный российский городок, но особенность была в том, что там были эвакуированы несколько авиационных заводов и, соответственно, активно развивался авиационный институт. А в авиационном институте в Казанском существовал факультет радиоэлектроники, и на этом факультете было студенческое конструкторское бюро, которое как раз в начале 60-х годов занималось созданием синтезаторов. Ну, вспомним, что начало 60-х – это ажиотаж с космосом, первый полет человека в космос, он дал возможность всем инженерам говорить о том, что вообще у техники безграничные возможности, и, соответственно, любую художественную идею можно реализовать. Вспомним еще, что конец 50-х – это спор физиков и лириков. И вот здесь попытались поженить физиков и лириков, и реально их поженили. Там получилось так, что в конструкторском бюро при реализации этой идеи создания световой партитуры для Прометея сотрудничали вместе студентки консерватории и студентки авиационного института. В результате их взаимодействия при постановке световой партии «Три брака» осуществилось, и самым важным браком был союз между Булатом Ахмудовичем Галеевым и Ириной Леонидовной Иваничкиной, в дальнейшем профессором консерватории. И вот этот творческий тандем инженера и музыканта, он, в общем, дал почву и основу для большого количества проектов. Вот саму идею предложил художник Константин Васильев, достаточно известный у нас в Казани художник, на тот момент он был тоже студентом. Именно он слушал Скрябина, и именно он рассказал своим друзьям из авиационного института о том, что Скрябин задумал соединить вместе слышимые и видимые, и что было бы здорово вместо вот этих синтезаторов, которые делают все, кому не лень. Давай попробуйте сделать световой инструмент, который мог бы реализовать эту замечательную задумку. Он рассказал именно ребятам о том, что лежало в основе философской концепции Скрябина, что именно благодаря такому полимодальности, благодаря соединению, синтезу света и звука возникают новые произведения, имеющие большую эмоциональную направленность. И, соответственно, вот это один из путей для Скрябина, как для Творца, путь для обновления, для духовного обновления человека. И эта идея принципиально важна, что именно творчество, именно Творец через свою силу духа, через свою нравственность он может передать людям те эмоции, которые обновят их духовно. И вдохновившись этой идеей, казанские студенты начали думать, как это реализовать. В результате сделали огромные экраны из папиросной бумаги, примерно 180 квадратных метров. Этот экран стоял полукругом к зрителям, то есть зрители находились в пространстве действия. За экраном находилось 800 разноцветных ламп. Они покрашены были специальными цветами и расположены на деле. Ну и сделали к нему пульт, которым можно было управлять этими цветными лампами. За пультом находились студентки консерватории, потому что именно они с доцентом расшифровали эту строку. Там не очень четко все написано, какие цвета должны меняться и в какой последовательности. В общем, они проработали с музыкальной стороны эту световую партитуру, и как раз студентки исполняли это произведение. Вызвал ажиотаж. Мы понимаем, что 1962 год, диагональ телевизора 20 сантиметров. Здесь 180 квадратных метров, и люди внутри действия, и оно все разноцветным горит. В общем, просто всплеск статей в СМИ, огромный интерес. В конструкторское бюро приходит много людей, в том числе Булат Махмуд Чагалеев. Вот это примерно так выглядело. И в том числе приходит Булат Махмуд Чагалеев, который до этого момента уже все, что можно было про светомузыку, сеностезию, скрябина, прочитал, законспектировал и имел свою концепцию светомузыкального синтеза. И вот он через некоторое время очень активно работал во всех проектах. Они создали второй инструмент, Прометей-2. Этот пульт, он позволял уже не только цветом засвечивать весь большой экран, но и создавать различные формы. Потому что, по их мнению, чистый свет, в который погружаются люди, он не столь образен и выразителен, нежели световые пятна, которые перемещаются по экрану. Потому что в музыке заложен большой потенциал. И когда начали просматривать, как раз Ванечкина, его жена, она известный скрябинист, и с самого начала занималась концепцией этого Прометея и концепцией светомузыкального синтеза в его творчестве. И вот вместе с ним дошли они до мысли, что один цвет – это мало. Однозначно должны быть формы, и формы должны быть объемные. И вот по таким законам должны строиться светомузыкальные композиции, и эти композиции должны иметь и пространство на экране, и протяженность по времени, которые соотносятся и иногда выходят в контрапункт с музыкой. То есть у них не параллелизм, что, в принципе, уже было возможно к тому времени. В Московском университете там работал такой Леонтьев, который просто звуковые сигналы переводил световые по определенным соотношениям, но это тоже ничего не давало, как наш Windows Media Player, про что говорил Евгений. То есть это не является искусством, вообще никакой эмоциональной нагрузки не несет. То есть есть какие-то соотношения, но они никого не трогают. Вот в произведениях Галеева и в творчестве коллектива Прометея художник всегда стоял на первом месте, и именно задача соотнести музыкальный материал, который есть, все, что в этом музыкальном материале есть, и то, что есть в световой палитре художника, это была основная задача, и чтобы они не шли параллельно, или один не догонял и не иллюстрировал другой, а чтобы они вместе составляли диалог. И когда этот диалог переходит в контрапункты, иногда они между собой спорят два голоса, музыкальный и световой, и вот в этом заключается, по мнению Галеева, высшая цель светомузыкального искусства. Светомузыку он воспринимал как искусство космического века, ну, понятно, тут с техникой связано, и его описывал как инструментальная хореография. Вот такое сочетание, то есть с помощью инструментов можно создавать разнообразные цветовые композиции с помощью света, которые взаимодействуют с музыкой и обогащают музыкальный материал, не являясь его иллюстрацией, а создавая вместе синтетическое произведение искусств. Вот это второй пульт, и вот именно благодаря вот этому пульту второму возможно было создавать различные визуальные образы на экране, то есть более сложной конструкцией этого пульта была, причем они постоянно работали в сотрудничестве именно с музыкантами, и по их ТЗ создавали радиоэлектронные приборы, что важно, потому что без взаимодействия с музыкантами это было вряд ли возможно, то есть когда музыканты говорили, что нужно будет там стакката условно точечным цветом передавать, а легата должны быть какие-то большие формы, то есть вот все эти задумки, те визуальные образы, которые должны были создаваться, они как раз программировались при конструировании вот этих радиоэлектронных приборов и световых инструментов. Вот это замечательная пара. И так как эти концерты возможно было проводить исключительно в подходящих для этого залах, то есть зал чаще всего использовался актовый зал своего же института, и туда приглашались различные гости из всего города, ажиотаж большой, то есть я смотрела по документальной хронике и по отзывам, которые они там делали, очень много народу на эти концерты приходило, там по блату эти билетики раздавали пригласительные, они, естественно, были бесплатные, но чтобы получить пригласительные, нужно было очень много стараться. Но и возникла потребность проводить эти световые концерты где-то в другом месте, потому что зал авиационного института не может быть только концертным залом для одного конструкторского бюро, и, соответственно, нужно было придумать мобильный переносной световой инструмент, с которым можно было разъезжать, гастролировать. Что они сделали? Вот здесь мы увидим часть инструмента «Кристалл». Вот так он выглядел в конечном итоге. К сожалению, сейчас не получилось загрузить видео. Мы его после 40 лет отреставрировали благодаря поддержке Политехнического музея в Москве вместе с Дмитрием Втолом, нашим замечательным диджитал-художником и сайенс-артистом. Так вот, создали здесь пульт аналоговый. То есть нажимая на разные клопки, можно было получать максимальную палитру на внутреннем кубе. То есть вы видите октаэдр из оргстекла, внутри куб из матового стекла, и внутри еще один октаэдр со 128 лампочками разной мощности и разного цвета. И пультом можно было управлять, достигая мельчайших особенностей в музыкальной партитуре. То есть там дребезжание света, медленные переливания из одной части вот этого куба в другую, вспышки этого света. И мало того, при сильной подсветке, то есть в темноте, вот эти все эффекты, они, соответственно, на весь зал могли распространяться, засвечивая не только само оптическое устройство, так называемое выходное оптическое устройство, то, что вы видите здесь, да? Так вот, это выходное оптическое устройство могло проецировать эти изумительные по красоте и яркости цвета на белые стены, если это проходило в белом зале. Эффект потрясающий. В 64-м году показали на ВДНХ. В 65-м году съездили в Грузию, съездили в другие города, то есть они его, в общем, возили и с этими концертами поездили по городам и весям. Мы его восстановили, восстановили сейчас не с аналоговым пультом, к сожалению, а с цифровым, и вот цифровое управление программируемое, оно существенно снизило его изобразительные возможности, потому как любое перемещение света должно программироваться, и это не лайв, здесь это было прямо в живьем, но зато теперь инструмент получил свой звук, то есть от того, что он высвечивает, у него параллельно создаются еще и музыкальные, словно музыкальные, саунд артисты поймут, там возникает некая звуковая дорожка, которая, в общем, не всегда похожа на классическую музыку, однозначно это не предложение, но тем не менее вот эти цветовые взаимоотношения и сейчас перешли несколько на другой уровень с цифровым управлением. Да, вот здесь мы не смогли увидеть, к сожалению, видео, как оно работает сейчас. Если вы наберете в интернете кристалл, возможно, Карл Сруи, мы его показывали последний раз в 2017 году в Карл Сруи, был еще показ в Казани, возможно, увидите, как он работает, то есть там несколько видео в интернете есть, но, к сожалению, вот сейчас оно не подгрузилось. Вот при исследовании или при работе уже с визуальным и звуковым материалом Галеев обратился, естественно, к эстетике, к философии, потому что его это живо интересовало не только с технического плана, но и с плавного такого теоретического осмысления. Он активно сотрудничал с Моисеем Самойлычем Каганом, с морфологией искусства, со всеми делами, и он как раз четко хотел представить, где же на классической схеме искусств, где место вот этому новому искусству света музыки, технологическому искусству, аудиовизуальному искусству и вообще всем вот этим междисциплинарным практикам, которые во второй половине XX века прям множились. И он долго размышлял, и результатом стали его кандидатская и докторская диссертации по философии, по эстетике, в которой он предложил свою периодическую систему искусств. И вот она примерно так выглядит. Это, если вы обратите внимание, перекликается с предыдущими докладчиками, где есть световой дизайн, где есть звуковой дизайн, что все классические виды искусств не умирают, и они в дальнейшем развиваются благодаря новому уровню развития техники. Это принципиально важно, что классическое, любой жанр или вид искусства при новом развитии техники, он получает свое дальнейшее развитие. На сегодняшний момент он говорил, что эта система не замкнутая. Конечно, с развитием компьютерных технологий она будет и дальше расширяться. Соответственно, звуковой дизайн вы видите наверху. Функциональная электронная музыка или пространственная музыка тоже здесь видим. Кстати, эксперименты по пространственной музыке, скажу чуть позже, проводились еще в конце 60-х, в начале 70-х. Видим светооформительское, световой дизайн, светодинамическое искусство, светопространственное зрелище. То есть вот эта периодическая таблица, она по факту на сегодняшний момент практически вся заполнена. То есть все, что он предрекал еще в конце 70-х, оно по факту сейчас все присутствует, не всегда выступает в качестве прям арт-арт. Это не всегда искусство, но тем не менее все эти направления разрабатывались, и они даже не противоставлялись. У него не было противоставлений. Во многих проектах, которые реализовывал Галеев, они связаны между собой. Например, пространственная музыка и представление звука и свет. Уникальный проект. Сейчас мы до него дойдем. Сначала вот по нижней части пойдем по свету. Светодинамическое искусство. И здесь самым важным проектом была подсветка Спасской башни Казанского Кремля. Установка «Малиновый звон». Она реагировала на интенсивное звучание колокола. Чем громче колокол, тем ярче подсветка. Колокол затухает, соответственно, и подсветка тоже затухала. И вот исходя из того, что 1967 год не на всех улицах фонари-то были, то есть люди со всех весей и городов, со всех деревень приходили и смотрели как на чудо, как это так. Вот колокол звонит, и тут, соответственно, вот такая цветная подсветка. При этом в первом варианте прожектора стояли только внутри этого восьмеряка, а чуть-чуть попозже добавили еще второй ряд, который поверху освещало. И тогда достигался эффект такой летучести архитектуры. То есть вот тяжелые белые каменные стены, они как будто были прозрачными, они как будто вот в соответствии со звуком колокола, ну еще динамика же, да, и интенсивность свечения, они создавали такой воздушности архитектуры. Второй проект, он тоже со светодинамическим освещением связан и с очень хорошей идеей гармонии природной, аудиовизуальной среды и искусственной. Подсветка реагировала на природные погодные условия, а именно на интенсивность и направление ветра. То есть в зависимости от того, с какой стороны долл ветер и с какой силой, менялась цветность и интенсивность подсветки. То есть люди, проезжавшие мимо, понимали, что да, сегодня северо-западный и примерно столько-то градусов, в другой день приезжая, говорили, это значит южный ветер или другое, в общем, такое единение природной и аудиовизуальной среды. И это 69-й год, и насколько я вот спрашивала по технологическим экспериментам в других странах, ну такой уникальный проект был в архитектурной подсветке, который вот именно идею взаимодействия с природными условиями реализовал в свое время. Естественно, световой дизайн и светооформительское для различных залов, ресторанов и для музеев, и для планетариев. То есть там был очень широкий спектр. Очевидно было, что свет играет большую роль. И вот классическое представление, то, что чуть позже возникли все эти истории, меняющиеся музей в меняющемся мире, так вот еще на тот момент Галеев понимал, что к музею нужно привлекать внимание не только за счет интересного контента, но и включая туда звук и свет. И обязательно там какие-то архитектурные необычные решения, и много проектов по этому направлению тоже было сделано. То есть он рассматривал еще раз светомузыку и сопутствующие с ними вот эти световые направления, как полноценные, актуальные и востребованные направления в искусстве. И по всем этим направлениям очень подробно работал. И вот, в большом счете, если вернемся к этой табличке, то буквально в каждом из этих разделов что-то было сделано в Казани. Ну вот прикладные установки, которые служили для релаксации в различных кабинетах релаксации на заводах, и в том числе вот такая установка «Идель» была подарена в космический городок в Жуковском для космонавтов, для релаксации космонавтов после полетов. Вот такие прекрасные такие объекты, которые, слава богу, до сих пор у нас тоже наши инженеры, ветераны приходят, они реконструируют их, и они у нас до сих пор работают. Вот здесь вы не увидите еще небольшой ролик, который показывает другие эти объекты. И вот, возвращаясь к саунд-арту, про который сейчас говорили, одна из очень старых установок – установка пространственного звука. На сегодняшний момент трудно реализуемая вещь, но мы понимаем, да, это 70-е годы, и на этой установке достигались эффекты перемещения звука в пространстве по заданной траектории. Сейчас трудно сказала, объясню проще на пальцах. В помещении, в котором устанавливалась эта установка пространственного звука, на расстоянии примерно полутора метров друг от друга устанавливались колонки, и эти колонки соединялись в пульты, и пульты реагировали на световые датчики, и когда эти датчики активизировали ту или иную колонку, соответственно, могли запускаться те или иные звуковые каналы. То, что было показано в Москве на выставке радиотехники в 1969 году, предполагало 72 отдельных канала звука, которыми можно было управлять. То есть сегодня многоканальные установки цифровые идеальны, если 24 – очень сложно. 8 – прям хорошо, 24 – очень сложно. Там 72 канала звуковых, которые могли активизироваться оптическим датчиком и соединять, создавать эффекты перемещения по заданной траектории. Ну, условно, если исполняли полет шмеля, то вот этот шмель по всему помещению, он и летал. Если это была там чайка по имени Джинатан, ставили они такую постановку, то вот эта чайка создавала эффекты, вернее, эта установка создавала эффекты перемещения звука из одного угла в другой, то есть в любой точке мог концентрироваться звук благодаря вот этой установке. И ее же позже использовали для представления звука и свет. Вот здесь фотодокументация с этого представления. 70-й год, 25 лет победы в Великой Отечественной войне. Обком Комсомола – это такая организация была, которая помогала студентам реализовывать свой творческий потенциал. Так вот, они дали задание, давайте как-то отметим этот праздник необычно, придумайте что-нибудь, потому что вот эти демонстрации, которые обычно там на 9 мая проходили, в общем, никого уже не вдохновляют, давайте что-то придумаем. И вот так как была эта установка, и было же еще понимание, каким образом делать такие интерактивные, погружающие в систему спектакли звук и свет. А эти спектакли, чуть-чуть вернусь назад, 52-й год создавали во французских замках для привлечения туристов, то есть там нет никаких актеров, то есть есть только подсветка тех или иных элементов здания, и воспроизведение звуков прошлого. То есть ты заходишь в замок, тебе там насвечивают, предположим, на какой-то гобелен, и идет рассказ об этом гобелене, то есть звуки старых замков или рассказы о них идут в записи, и человек таким образом погружается в прошлое, и звук принципиальную роль играл, то есть это звук, перенесенный из прошлого в настоящее, в пространство настоящего, но то пространство, которое имело свое прошлое. Так вот, вот этот спектакль на «Вечно в памяти народной» решили делать в Казани, не было войны, и его сделали на площадке рядом с памятником павшему солдату, и неимоверно сильный эффект произвело это представление, потому что благодаря вот этой системе пространственного звука самолеты как будто низко пролетали над толпой людей, колонки располагались прямо на здании, и они проходили, звуки танков проходили прямо то сквозь толпу, несколько ветеранов увезли со скорой помощи, то есть эффект был эмоционально потрясающий, потому что действительно погружение со звуками вот в то страшное время было для людей очень болезненным опытом, но вот таким образом они напомнили, что ничто не забыто, никто не забыт, и на самом деле война никому не нужна. Да, вот подсвечивались только некоторые элементы зданий, и вот эти звуки ушедшей войны создавали страшное впечатление. Но по генерации звука тоже, и по генерации изображений были созданы электронные такие генераторы визуальных образов, этот объект называется «Электронный художник», здесь уже как раз работа с телевидением, и на тот момент с электронно-лучевыми трубками, сейчас мы его тоже восстановили, он очень хорошо работает, но правда любит работать один, не любит работать с кем-нибудь в паре, если рядом стоят компьютеры или еще что-то, это электромагнитное поле ему мешает создавать эти красивые изображения, и это работа 1976 года. Вот так он выглядит. Ну и следующим направлением, с которым очень плотно работали в «Прометеи», это съемка абстрактных светомузыкальных фильмов. История абстрактных светомузыкальных фильмов, она еще раньше началась, это начало XX века, эксперименты Фишингера, Макларена и многих других в России у нас сделали абстрактные фильмы еще до войны воинов таким способом. Вот в Казани эти абстрактные светомузыкальные фильмы делали необычным способом, методом влажной гидротипной печати, то есть снимали на пленку на черно-белую световые модели, и после этого эту пленку прокрашивали. То есть достаточно сложный процесс, который показывает, который так же, как и концерты, он соотносил музыкальный материал с визуальным. И там два способа было. То есть у тебя есть нормальная музыка, тебе нужно сделать для нее визуальный ряд. Это первый, самый понятный вариант. И второй вариант, то, что мы сейчас попробуем посмотреть, если этот фильм запустится, фильм называется «Космический сонат», он сделан обратным способом. То есть сначала сделали визуальную партитуру, а после этого уже написали на нее музыку композитора Станислава Крейча и Александра Немтин. И эта музыка была исполнена на АНСе, на том инструменте, про который тоже сегодня упоминали. созданный Евгением Мурзиным и сейчас находящийся в музее Глинки. Мало кто на нем может сейчас уже играть и графически преобразовывать, но вот на тот момент они это смогли сделать и создали такую композицию. Можно попробовать фильм включить? Прекрасный мир, который окружает нас. Но существует еще мир неведомый, сразу же, давайте смотрим, то есть прийти наше изображение с восстановленными людьми. Грустер, звук погромче сделай, а? Грустер, звук погромче сделай, а? Грустер, звук погромче сделай, а? Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...